Недавно популярный мужской журнал JQ составил рейтинг самых дурно одевающихся руководителей IT-компаний. Третье место за основателем Microsoft Биллом Гейтсом, которого журналисты сравнили с постаревшим Гарри Поттером. Черная водолазка, джинсы и кроссовки принесли главе Apple Стиву Джобсу второе место. А на первом месте в этом параде безвкусицы. По мнению журнала JQ, гордо красуется Марк Цукерберг. Своей одежде на размер больше, чем требуется. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. Компания Microsoft снова отчиталась об уровне пиратства на территории Уральского федерального округа. Борьба с компьютерным пиратством – головная боль мегакорпорации Microsoft. И, по всей видимости, она ею и останется. Примерно 65% всех используемых россиянами компьютерных программ – пиратские, сообщает интернет-издание Ньюспром. Но статистика – вещь непостоянная. Специалисты Microsoft периодически проводят операцию «Тайный покупатель», чтобы выявить уровень пиратства в разных городах. Последняя такая ревизия показала, что на Урале она ниже, чем в среднем по России. Впрочем, и здесь есть свои лидеры отстающие. Наиболее высокий уровень пиратства был отмечен в Магнитогорске – 21%. Немногим лучше обстоят дела в Челябинске и Нижнем Тагире. В Тюмени уровень пиратства в компьютерных магазинах зарегистрирован на отметке 13%. В Перми в этом отношении повезло больше, а Екатеринбург и вовсе ограничился четырьмя процентами. Но даже не этот показатель стал самым завидным. В Сургуте и в Кургане уровень пиратства равен нулю. Это значит, что в магазинах этих двух городов продавцы не предлагали установку нелицензионного софта. С шуткой обращайся осторожно, ты, возможно, будешь понят ложно. На путстве переросший в афоризм, который в свое время дал античный философ и писатель Бион Борис Финит. И мне кажется, кое-кому не мешало бы к нему прислушаться. Странная забава появилась на дорогах Тюмень. Двое молодых людей, то ли поклонники голливудских фильмов, то ли почитатели творчества Майкла Джексона, устраивают следующее. Натянув на себя маски персонаж из американского ужастика «Крик», включают автомагнитолы с песнями короля поп-музыки и всячески выказывают свое веселое расположение духа, проезжающим мимо машинам. Весело всем и тем, кто танцует, и тем, кто снимает на камеру и прохожим. Да только весело ли водителям, на пути которых вылезает сомнительного рода юмористы. Да к тому же вечером в субботу. Как бы автомобилист со схожим чувством юмора не воспринял такое поведение, как вызов. И тогда придется включать самую грустную песню из репертуара Майкла Джексона. Хотя пользователи в большинстве своем встретили эту запись словами «прикольно», «клево», «позитив». Интересно узнать, совпала бы эта оценка с мнением пользователей на каком-нибудь автомобильном форуме, к примеру, Car72.ru. Необычный памятник появился в соседней Челябинской области. На вопрос «это кто?» сам собой напрашивается ответ, который при других обстоятельствах восприняли бы за дерзость. Кто-кто? Конь в пальто. Модный представитель семейства непарнокопытных уселся на лавочке одного из скверов в городе Копейск, что в 425 километрах от Тюмени. Помимо пальто его образ дополнили цилиндр, трубка и бокал вина. Интересно, что это не единственный в своем роде экземпляр. В курортном городе Сочи еще в 2007 году был установлен герой известной всем разговорной присказки. Какое из двух коней выглядит более презентабельным, решать вам. По мне, это конь в пальто из Копейска. Должно быть потому, что мода не стоит на месте. И как всегда в конце видео с YouTube. Как известно, в армии некоторые вещи недоступны, поэтому их приходится имитировать. Иногда прибегая к помощи сослуживцев. Продолжение следует... Продолжение следует...